Видео было переведено и озвучено с канала Radiation Hazard. Ссылки на оригинал его автора будут в описании. Один из самых страшных модов, в которые я когда-либо играл, даже не является хоррором. Ни монстров, ни призраков, ни скримеров, ничего. Это просто Half-Life 2 Элон. Мод, который убирает всех. Ни комбайнов, ни граждан, никого. Только унылое одиночество пустых городских улиц и открытых западных пустышей. Я видел, как этот мод всюду обозревали на ютубе. Но когда я сам в него сыграл, я понял, насколько пугающим на самом деле является этот опыт. Где когда-то было суета и шум угнетающего режима, работающего как машина, теперь не осталось ничего, кроме тишины. Старых друзей и врагов, которые когда-то помогали тебе и хотели схватить тебя, больше нет. Я знаю, что на данный момент эта тема уже затронута до смерти. Но пребывание в одиночестве на этих картах, особенно с новым более темным освещением и скайбоксом, имеет огромное значение. На этот раз шум и спешка просто прекращаются, и то, что остается еще хуже, оглушительная тишина. Моя теория этого мода заключается в том, что это то, что испытывает Гордон после окончания второго эпизода. Пока он восстанавливается после полученных травм, он вспоминает о своем путешествии до этого момента. Но, конечно же, что-то не дает ему покоя, намеренно заставляя его воспоминания выглядеть депрессивными, несчастными и одинокими. Но это всего лишь моя теория. Это странное ощущение от прохождения этих карт таким образом почти необъяснимо. Это похоже на рутину, к которой вы привыкли, но на этот раз все пусто. Я чувствую, что этот мод представляет собой довольно точную аналогию того, каково это, когда человек страдает от депрессии и беспокойства. Черные тучи, ночь, отсутствие какого-либо человеческого контакта создают картину человека, находящегося на дне. Говоря о времени, мне также очень нравится отсутствие какого-либо прогресса в нем. Я не знаю, было ли это сделано намеренно или нет, но то, что остается неизменным, это время суток. Это придает игре проклятое чувство, от которого многие из нас получают удовольствие. Это дает нам понять, что человек застрял на одном и том же месте. Он не может двигаться дальше, навсегда застрял в этом постоянном цикле скорби и неспособности вырваться из него. Я почти ожидал, что автор мода добавит призраков и всякие пугающие штуки, но я действительно ценю тот факт, что он этого не сделал. Что кто-то или что-то посмотрит на меня. Мне приходилось постоянно напоминать себе, что это не хоррор-мод, но это чувство просто не уходило. Я продолжал испытывать паранойю по поводу того, что там что-то есть, что может видеть меня, но я не могу увидеть это. Если оставить в стороне драматические монологи, я реально хочу упомянуть, что этот мод сейчас находится на стадии разработки. И вы можете сыграть у него с самого начала и до главы Шоссе 17. И честно говоря, я с нетерпением жду того, как будут выглядеть интерьеры цитадели в этом моде. Такое гигантское сооружение, как это, лишенное какой-либо жизни, определенно вызовет мурашки у многих. И я надеюсь, что автор мода также работает над этой идеей для первого и второго эпизодов. Это было бы очень весело испытать. Кроме того, я думаю, что этот мод нуждается в небольшой доработке в аспекте освещения. Некоторые части реально выглядят красиво, когда они темные, но некоторые выглядят странно. Целые участки местности, полностью погруженные во тьму, как бы разрушали погружение. Но это встречалось редко. Чувство одиночества еще больше усилилось, когда я загрузился в главу канала и сел на катер. Опять же, прохождение этих карт в этом сеттинге было интересным опытом. Я никогда не знал, насколько одиноко может быть тут. И я заметил разницу в Равенхольме. Потому что освещение в основном выглядит так же, как и в ванильной игре. Для меня это тоже не имело особого значения. Хотя я действительно скучал по Григорию, который был рядом. Наконец, карты шоссе 17 в ночное время также выглядели очень атмосферно. Здесь еще больше усиливается ощущение того, что Гордон последний человек на планете. С другой стороны, я думаю, что туман следует вернуть в игру. Так как постоянное обрезание объектов на расстоянии немного разрушает погружение. Последнее предложение, которое я хочу сделать, касается Скайбокса. Хоть я и ценю тот факт, что мод использует бета-версию Скайбокса, я бы очень хотел, чтобы автор мода каким-то образом увеличил эту текстуру. Или использовал что-то, что выглядит так же. Но да, все равно было довольно мрачно ехать по этим местам. Только звук машины и воды добавлял впечатлений. Но действительно ли стоит так жить? Спасибо, что посмотрели. И большое спасибо этим донатерам за поддержку канала. В частности, Роману за 10 рублей. И Максиму за... 91 копейку. Но зато теперь у меня есть донатеры, ведь так. Еще раз спасибо и увидимся в следующий раз.